Сегодня праздник большой. Знаете про это? Нет, какой? Благовещение Богородицы. Вау! А вы помолились уже сегодня? Обязательно. Мы из храма пришли. Есть город Благовещенск. Ну, это замечательно. Я тоже уже сегодня сходил в церковь. Вот. Если вы желаете больше узнать, вы можете зайти на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Так, сейчас. Зарядите. «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Добавьте, что-то я. Сразу откроется. Игнатий Лапкин. Запечатайте. Ага. Ничего себе. У вас популярный канал. Ну, вот если зайдете на канал, вы там увидите данные. 32 миллиона просмотров. Ага. Нашел. Вот так. А если вы думаете, еще у вас будет желание встретиться по скайпу, вы только зарядите «Игнатий Лапкин». В скайпе я один только такой, с этой фамилией. Один на весь интернет. Не, ну, это круто. Вам будет интересно, какие вопросы задать. Любые. А вот вы, если зарядите «Во свете Библии», добавите сайт. Не YouTube, а сайт. И на сайт зайдете. Попробуйте еще. Зайдите на сайт. Сайт. И там справа 55 папок. Я отвечаю студентам на 4 тысячи 124 вопроса. И это все бесплатно? Бесплатно. Все везде бесплатно. Я нигде ничего не получаю, кроме пенсии. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Ну, это, скорее всего, благодаря Богу. Да, только благодаря Богу я остался живым. Из пяти тюрем вышел. Ничего себе. Вы, когда на сайт зайдете, на сайт, то на первой странице в рамочке написано «Для слова Божия нет уз». Эта книга обо мне написана. Как шла тюрьма, какие вопросы были, где находился, наша миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона. А вы очень популярный человек, да? В общем, что? Вы очень популярный человек. Ну, не то, что популярный. Я верующий, поэтому, видите, я сам себе решил, что у меня 38 томов вышло из печати подарить библиотеке мира. И мы посетили 650 городов. Скандинавию прошли, Прибалтику, Португалию, от Атлантического до Тихого океана. В Турцию прошли. Откуда у вас столько денег на это все? А, люди дали. У меня нет денег нисколько. Мы за одну поездку на горющее потратили 440 тысяч только. Валдеть. Люди, которые нас не знают, но они знают, чем мы занимаемся, и они жертвуют. И мы на себя не потратили. Я дорогу не... Даже рыбу не купил рыбки. Хотя товарищи, которые с нами были, ели. Я страшный. Нет, но это, скорее всего, Бог одарил их. Такой добротой. Ну, они с собой... Дорогой покупали мороженое. Я никогда не беру это. У меня задача вернуться домой. Ну, это замечательно. И вот если вы зайдете в скайп, побеседовать пожелаете, в Игнатий Лапкин, вы меня найдете сразу. Хорошо. А вы сейчас где, дома? Я дома, в Барнауле. Ага, понятно. Мы древнюю православную строим. Где никто, чтобы селиться, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Но я всего этого не делаю. Я дома только сижу. Молодец какой. Только никогда ни одного слова скверного не произносите даже. Мне 80... Я для такого никогда не позволяю. Мне 80 лет... Мне 80 лет, я еще ни одного матерка не сказал. Ну, это замечательно. А зачем? Благодаря Богу. Благодаря Богу. И поэтому речь должна быть чистая. Обожественная Святой Библией. Если человек желает знать истину, он должен знать, где ее достать. Да, а вы можете какую-нибудь молитву прочитать? Хоть какую. Вот, допустим, у меня с собой писал тюрь. 150 молитв. Я могу вам ее почитать. А вы будете слушать? Да, да, да. Тогда не шевелитесь, сидите на месте. Псалом 13. Написан 3000 лет назад. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили глусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, делались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Таму боятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст все на спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Это 13-й Псалом. Считаю дальше. Псалом 100. Милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайнах клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Так, теперь третий псалом читаю. Его с собой люди брали на фронт. Девяностый псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище моя, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Щиты ограждения истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающие в полдень. Падут под тебя тысячи и десять тысяч, одеснует тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспе до василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что и он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготой и не насыщу его, и явлю ему спасение мое. Вот три псалма. Если вы зайдете в гугл, в гугл, и зарядите библия, Игнатий Лапкин, зарядите. Я всю библию считаю, и вы там выберите, какой вам надо. Евангелие, все. Зарядите в гугл, попробуйте. Сейчас заряжу. В гугл. Напишите аудио, библия, Игнатий Лапкин. Нашли, нет? У меня что-то не грузится. Ну, посмотрите, может загрузится. Да, хорошо. Аудио, библия, Игнатий Лапкин. Очень чистая запись хорошая на компьютере. У меня первая была на магнитофон, но КГБ изъяли, когда все размагнитили. А как сайт называется? Ни сайт, ничего. Просто в гугл зарядите, все. В гугл. В Яндекс можете зарядить. Игнатий Лапкин, аудио, библия. Тут такого нет. Ну, не знаю. У меня они свободно открываются. А вы из России? Ну, я в России нахожусь. Если вы думаете архипелаг ГУЛАГ, то архипелаг ГУЛАГ мной насчитан, тоже можете в гугле зарядить Игнатий Лапкин. А даже, вы знаете, если вы зарядите в Ютубе, тоже там есть. Оно разбито на файлы. Библия. А ну, зарядите. Нашли? Да. Ну, вот теперь включите. Как? Я послушаю. Так, сейчас. Вот, включил. Вы, наверное, не услышите то, что я... Я не слышу. А какой там написано? Что? Какая книга? Книга Иглаг. Ну, какой там? Там написана какая-то книга. Псалтырь, Евангелие. Псалтырь написано? Псалтырь, вот то, которое я читал. А вы много, да, прочитали? Да, ну, всю Библию, от корки до корки. Я начитал 50 книг разных. Златоуста, Жития, Добротолюбие. Это сокровище, которого нигде в интернете больше нету. А сколько вам лет? Мне 80 будет через два месяца. Обалдеть, много, много. 10 июня? 10 июня, да. Если вы зайдете в мой мир, в мой мир, у нас там 22 450 фотографий. Вы не оторветесь там? Нашли, нет? Нет, а с кем фотографии? С Богом? Ну, да, в мой мир. Там всякие фотографии. Как занимаемся с собаками, с детьми, пашем огороды, деревню строим, дороги выправляем, пруды делаем, в храме стоим, занятия идут, миссионерские поездки. Вам все будет интересно. Там, я не знаю сколько, но примерно 70 папок разбитых по папок. А как вступить в вашу банду? Как? Ну, с вами тоже ездить. Ну, мы сейчас не ездим, уже отъездили, все. У нас миссионерская поездка. А вы еще назвали бандой или как? Нет, группа, общество. Ну, видите, у нас всего положено два человека. Один шофер. Ну, и второй дорогой помогают. Вот мы, когда из Барнаула ездили во Владивосток, у нас в среднем в день проходили 1030 километров. Каждый день. Ничего себе. Это сколько примерно в часах ехать? Ну, мы, отбой у нас был в 10, а подъем в 2 часа ночи. У нас очень жесткий график был. Даже когда с горючим рассчитывается, то он только выскакивает оттуда, а мы уже машину трогаемся, машину заскакивает на ходу. Мы секунды берем. А много денег на горючий подряд? Когда мы ездили в Португалию отсюда, на одну поездку только 440 тысяч. Ну, непонятно. А рублей или чего? Рублей. Рублей. Ну, нам помогали там, были и в Евро, мы разменивали. За рубежом-то рубли-то не действуют. Притом нам люди давали незнакомые, которые нас знают. У нас случилось так, что в Швеции машина сломалась. И нам из России поступил ответ такой. Бросайте все, сейчас высылаем деньги, покупайте иномарку и едете дальше. Конечно, я на это не пошел. Я очень люблю нашу «Газель». Но у нее оказалось... Я тоже уважаю наши, как бы, ну, советские наши машины, «АвтоВАЗ». Так у нас, главное, на этом... Были в Австрии, там интересно, около дома правительства, корреспонденты или кто, на колени становились, сфотографировали. Россия, Путин, «Газель». Россия, Путин и «Газель». Вы уважаете Путина? Ну, что уважаю-то? Я молимся на него каждый день, чтобы не было покушения на него. Мы не голосуем. Работает. Да. Вот я на молитве упоминаю сразу Владимира, Дмитрия, Анатолия, Дмитрия Анатольевича, Медведева, Дональда, Рамзана, Петра, Петра, Украинского, Александра Лукашенко, Эрдогена, Греческого, вот, и Нурсултана, Казахского. Мы каждый день на молитвах поминаем. А Ольгу Бузову? Мы не знаем этого. И говорим о всех других. Каждый день просим мира, Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Что еще можете рассказать? Ну, что сказать? Как вопрос, что вас интересует. Я говорю студентам, когда я отвечал, то каждый вопрос, я отвечаю, что об этом говорит Библия, что говорят святые отцы, а это 300 томов. 300 томов. Что говорят об этом правила, канонов, это 719 правил. И что говорят жития святые, это 1173 биографии. А вы когда-нибудь играли в компьютерные игры? То, чтобы что? В компьютерные игры когда-нибудь играли. Да сохрани Бог. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Последние годы не стал принимать тех, кто играет в компьютерные игры. Это хуже наркотиков. Я согласен, я никогда вообще не играл. Сохрани Бог. Это человек дураком делается. Совершенно безумный. Бывает, друг на друга с ножами кидаются. У меня другие, что-то его зовут, Игру Ворон, играет в компьютерные игры. Он уже очень много раз планировал свою смерть и убить своих людей. Да. И вот интересно, нам парнишку такого прислали, а он ничего не может. Но у нас в лагере у нас строгая дисциплина. И он звонит, ба-ба, я первый научился есть. 12 лет парню, он первый не знает, как есть. И стоит у нас такая тарзанка, стол деревянный, на него залазишь, на веревке качаться. А между ногами эта палка поперек привязанная. А ну, он там отошел в сторонку, а девочка тут в Фрося. И он в Фрося, дай мне, я покачаюсь. Она отпустила, но палка-то пошла оттуда. И она его как полбу ударила, он не может понять, как она из монитора вылетела. Палка-то, он там... Это, видимо, VR-чат был. Его Руслан звали, там он был крещеный Андрей. Это безумные люди. А кто воскрестил? Как говорите? А кто воскрестил? Кто воскрестил? Да. Кого? Кто воскрестил? Меня кто крестил? Да. Ну, это я был, когда младенец, мы же православные, у нас детское крещение. Дед Терентий. А он еще жив или нет? Нет, он... Без поповцы были, священства не было, православные. А когда вот мы уже пришли в возраст после армии, я впервые в руки получил Библию. И я покаялся. И сразу жизнь вся моя изменилась. Я работал на корабле как раз. Только вернулся на корабль, я всем стал говорить. И учился в училище мореходом на штурмана. Стал говорить, живем неправильно. За нас Христос умер, пролил кровь, а мы живем, как будто мы сами себе хозяева. Мы себе не принадлежим, Богу. А у меня сразу в черный список. А до этого такой авторитет, член судового комитета. Я добился разрешения комиссии сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из странных языков все предметы. У меня широкая дорога открывалась в жизни. Но я понял, что это ничего не дает. И все это выбросил. А знаете что, я тоже сейчас как бы ну блин, мне вот понравилось то, что вы рассказываете. Тоже хочу свой блог начать рассказывать про блога и еще что-нибудь такое. Только ни одного слова не скажите плохого. Я очень прошу вас. Нет, ни в коем случае. А вы можете сказать ну сразу заранее я вот создам сейчас канал Нервон Дэнни назову. Можете сказать подписывайтесь на канал Дэнни и ставьте лайки. Ну я нигде не подписываюсь. Я вообще не подписываюсь. Нет, ну чтобы зрители как бы подписались, услышали вас. Ну это кто увидит пусть только скажите откуда. Вот у меня телефон это мне подарили. У меня ничего нету. Я все положил на алтарь Христа. Давайте вот сейчас это видео вставим. Как вас еще раз зовут? Скажите пожалуйста. Вы на ютубе Игнатий Лапкин во свете Библии. Вы запишите Игнатий Лапкин чтобы по скайпу на меня выйти. По скайпу. Хочу вас представить свое видео просто и сказать чтобы вы подписались. Ну все оно там и будет стоять. Я не уберу его. Только напишите что мы встречались сегодня здесь в рулетке. Так давайте сейчас это будет видео. Да. Всем привет зрители. Сегодня мы встретились сейчас в рулетке с Игнатием Лапкиным и это очень замечательный человек. Можете пожалуйста сказать подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну вот так и напишите. Я его трогать не буду. Потому что на нас сильно нападают враги. Вот мне пришлось только за последние 8 лет заблокирует 9 тысяч человек. 9 тысяч. С матерками лезут. Против меня где-то 220 роликов в интернете. Почему? Зависть съедает людей. Да. Можете сказать подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я не буду нигде ничего не подписывать. Такие слова не пишу. И у меня телефон подарили. Не надо вам ничего писать. Просто сказать чтобы я это видео вставил. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да. Пожалуйста. Вот мы с вами говорим будет стоять отдельный ролик. На наш YouTube заходите и вы себя увидите. Вот смотрите на меня. Ничего себе. Вот камера сколько тогда стоит? Чтобы что? Сколько тогда стоит? Я просто тоже задумывался. Камеру покупать? Я не знаю. Кто-то купил. У меня ничего нету. Повторяю. Вот наушники подарил там один парализованный Сергей Козлов. Колонки тоже. То есть кто-то как-то. Я все отдал. У меня ничего нету. А можно с вами как-то встретиться чтобы я вам тоже что-нибудь подарил? В скайпе. В скайпе. Игнатий Лапкин. Нет. Ну что-то подарить вам что-то тоже. Мне не надо ничего дарить. Я не приму. Я не приму. Вот мы видите что даже потерялось на днях и мне сразу подарили щетки молиться. Это сто поклонов. Семь раз в день должен молиться. Мы молимся у Бога получаем милость. Вот вы зайдете на сайт и там увидите на нашем сайте четыре тома моих стихов по 800 страниц. Четыре тома. 3467 стихотворений по 9 куплетов. А вот как вы думаете что вы делаете в ситуации если допустим на меня нападают с кулаками драка. Что мне делать в этой ситуации? Ну если бы раньше на меня напали то так мало бы не показалось. Я готовился стать террористом седюности. а когда знаете у меня была такая ситуация на меня в общем напали какие-то ну парни так сказать на год старше меня двое их было и я начал молиться Богу и ну получилось так что в общем ну они перехотели я не знаю почему. Вот теперь я так и делаю но раньше было по другому у меня с собой всегда было оружие Да? Какое? Ну какое бы не было дело в том что я с детства учился я на велосипеде еду из ружья мог любого воробья снять я тренировался день и ночь Ну это замечательно А потом обратился к Богу я понял меня будут гнать мне пришлось в пяти тюрьмах отсидеть за слово Божие в лагере и там все вы найдете написано как суд идет я в первой стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ насчитал А у вас ноутбук или компьютер? Компьютер на месте стоит процессор и монитор все Понятно Когда я писал книги у меня 38 книг вышло в бумажном варианте за 9 лет я провел за компьютером больше 30 тысяч часов И в компьютерные игры не играли, да? Никогда даже слышать не могу Ни одного движения не делал и никогда не позволил что в моем доме это было Никогда Это смерть А у вас есть внуки там дети? Да кого угодно детей Я начальник детского лагеря У меня тысячи детей Нет, ну у вас лично есть? Да это не имеет значения Играть никто не будет Даже вот человек в дом вошел А вы играйте Никогда Я уже подозрительно смотрю на него А вот вы говорите что сейчас это будет ну у вас когда это видео выйдет? Когда будет? Да Ну видео чтобы посмотреть Ну я думаю в течение 10 дней будет Ну не знаю Может завтра может как Если только у меня большая перегрузка тут и медленно один ролик 5 часов заканчивается А у меня сегодня уже 4 ролика приготовлены А там название будет в названии вы себя догадайтесь там местописание и вы когда откнете вы увидите Я постараюсь к нашему разговору другие ролики не подсоединять Хорошо Но сегодня я уже заказ сделаю чтобы его поставили в ближайшее время Ну ладно Я У нас целая команда около 12 человек работает И это все бесплатно? Все бесплатно Все бесплатно И вот начальник детского лагеря бесплатно Тысячи детей Ни рубля государство не дало Я вот преподавал одновременно в пяти университетах Только в одном 18 лет И ни рубля не получил 18 лет работаю с тюрьмой Иду по камерам Покупаем что-то Все бесплатно То есть от себя отдаем Блажение давать нежели брать Но Бог скорее всего вам даст Поэтому мне Господь все дает Я молюсь только и у меня на утро уже на столе все лежит Это классно А у вас есть жена Вам зачем это нужно? Не надо Это праздный вопрос Не надо Я не ради интереса с вами встретился А ради пользы Она ничего не даст Но я сейчас скажу Она подойдет Что из этого? Вам она не нужна бабка Зачем она нужна? Она была учительной всю жизнь Ее лишили право учительства из-за меня А когда посадили была техничка Даже ведро отобрали Такую жену я могу каждому пожелать Я в сто процентов в ней уверенность Куда бы ни поехал Она будет дело вести одна Где надо она встретится до генеральной прокуратуры дойдет Ну ладно Будут тебя ждать от вас Так вас как звать Меня зовут Денис Денис? Да Да помилует вас Господь Денис И даст Господь добрый разум И чтоб божественно вас вливалось обильно Вы не пожалеете о нашей встрече Да Спасибо У меня племянник Денис С Богом Да С Богом До свидания